Обиды, опять рома фамилии, сильно заставляют задуматься. Я бы не сказал, что есть такие вещи, которые заставляют задуматься, есть такие вещи, которые заставляют действовать. Когда я впервые увидел, что выходит у меня из печени при чистке печени, я сразу же начал этим делом заниматься и ощущать, как это работает. Когда я понял значение очищения от психических зажимов, то есть от последствий обид, от последствий перенесенных потрясений, волнений различных, которые оставляют в нас сжатое образование энергетическое. То есть начинаешь дышать быстро, и ты чувствуешь, не кто-то тебе говорит, а ты чувствуешь, что у тебя вот как кол вбили в области печени, в области, допустим, селезенки, в области сердца бывает. Еще где-то, еще где-то, что у тебя лицо искажается, у тебя руки искажаются. То есть то, что было описано, и то, что я видел, совпадало. И то, что после получалось, побудили меня к тому, что я буквально таки месяца за два, если не раньше, дошел в дыхание, очищающем полевую форму жизни, до двух часов. А теперь же, что касается обиды, когда я понял, что обида создает связь с тем человеком, на которого мы обижаемся, и по этой связи уходит наиболее ценный час нашей энергии. То есть, еще раз повторяю, что существует, допустим, механическая энергия, это одна, бах, там, далили молотком, существует химическая энергия, ба-бах, там, взорвалась, существует, значит, физическая энергия, в виде атомной энергии, разрыв атома, вот этих связей, она дает еще больше, так сказать, выхлоп. Вот, существует еще ряд других энергий, до которых, ну, будем говорить, человечество еще не доросло, но, тем не менее, не существует, и как раз они слагают наши уже энергетические тела. И вот именно эта энергия, которая тратится на поддержание нормальной формы, сначала тела эфирного, по эфирному телу строится физическое тело, то есть, искажение в этом теле, через какое-то время проявляется в физическом теле. То вот так вот мы смотрим, то вот так, то еще что-нибудь там, функция какая-то. Вот, то есть, эмоциональные потрясения влияют на работу энергетического тела, пранического тела, влияют на характеристики эфирного тела. И все это, в конце концов, сбрасывается на физическое тело, и, допустим, не сразу, ага, вот, допустим, умер человек, и близкие переживают, особенно, там, кто-то убивается, ага, 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 он был здоровый до этого. Но после того, как он вот это вот понервничал, и потом, вроде бы, знаете, все у него прошло, он думает, вот, ну, надо как-то жить. И тут у него наваливаются болячки разного рода. Это он нажил вот именно вот этим своим эмоциональным поведением. О том, как его надо там провожать умершего, это совсем другой вопрос. Я сейчас просто расскажу о механизме. Не надо сейчас тут, я уже знаю, приплетут что-то. А как же? А тут не нервничать? Нервничать или еще что-нибудь такое? Я расскажу только о механизме. Все. Вот. И вот, когда я понял, как обида нас связывает и как действует, я сразу же начал, сразу этот вопрос прорабатывать. Постоянно, постоянно, постоянно. И я ощутил, что действительно, это работает, у тебя появляется та сила, которую ты, даже ты не понимал, и не чувствовал, которую ты затратил на вот то, что передал обидчику своему там. Да ты на него обиделся, ты на него это. Вот. И когда ты это понимаешь, это понимаешь, ты не задумываешься, а действуешь. Про обиды. С каждым разом, смотря ваши видео, я понимаю, что не зря провела с вашими книгами с 1994 по 2003 года. тогда я понимал, что какой-то магнит на мне стоит, который притягивает всех обидчиков, его нужно просто снять, поняв это. Да. Важно, важно, если что-то не удается, почему-то не удается. Важно, важно исследовать, исследовать свою жизнь, понимаете, во всех отношениях. Что было, почему, как. Это сложный процесс, но для этого, для этого как раз нам дается жизнь. Нам дается жизнь не для того, чтобы мы заработали там пенсию, не для того, чтобы мы что-то там накопили или еще что-то такое приобрели, а для того, чтобы мы изменились и благодаря, а для этого нам дается различные ситуации по жизни, в которых мы встречаемся с теми или иными людьми, с теми или иными событиями, как мы поведем себя, как мы к ним будем относиться, что мы из этого вынесем, и в результате чего, как мы изменимся. Вот для чего нам дается по большому счету жизнь. И тогда мы понимаем, ага, неудачи такие-то, такие-то, значит, вот это надо там сделать. Ну, грубо говоря, информация вообще-то есть. С ней надо работать, искать, понимаете, не рецептики искать какие-то, а более такие основополагающие вещи. Про обиду. Не согласна. Обида не зря дана человеку. Иногда надо уметь ответить обидчику и так разорвать, и так разорвать эту связь, если она есть. Ответь обидчику можно, будем говорить, тут, как бы сказать, я про обиду рассказал, как про связь. Как реагировать на обиду, можно, естественно, ответить своему обидчику. Чаще всего, допустим, мы как-то это стесняемся сделать, или же не можем это сделать в силу того, что он, допустим, ну, как бы сказать, недосягаем для нас. То есть, а когда, естественно, достигаем, это как дети. Вот его обидели, он сразу только бах там, оплеуху или игрушку бросил в сторону обидчика. То есть, вот так вот поступать. И это нормально. Это нормально. То есть, и так можно отреагировать на обиду. Но мы же говорим о том, что вот первая реакция, будем говорить, если она вот такая, мы отвечаем своему обидчику. А вот если мы не можем ответить своему обидчику, понимаете, адекватно и так далее, чтобы вот она прочувствовала, а связь эта остается, и она нас дует. Вот как в этом случае-то быть? Вот она в чем дело. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok